Очень точно заметили в беседе Карен и Сергея, Карен Георгиевич и Сергея, когда стали обсуждать именно вопрос легитимности и почему. Потому что действительно до Первой мировой войны у нас вопрос легитимности решался просто. У нас были помазанники божии. И передавался рот, и легитимность шла исключительно по этой линии. Да, династическая легитимность была. Не всегда династическая напрямую идёт, там разные есть истории. Но вот сама суть, что помазанники божии. Но, к сожалению, или к счастью, но этот метауправление изжил себя Первой мировой войной. И после этого начался гигантский эксперимент, когда, если угодно, соревновалось три системы. Ну, яркие разработчики, которых мы знаем, это Ленин с его большевиками, Муссолини, как отделившийся когда-то от сал демократов, ну и Гитлер, который уже появлялся вариант. И на этом фоне ещё существовал дикий капитализм, который трансформировался в конечном итоге в то, что мы видим сейчас. Вот эти три ветви в войне между собой исчезли в том или ином виде. Но идеологически мы остались в самом тяжёлом выборе. А что может оправдать существование власти? И когда сейчас мы пытаемся говорить, что демократия, ну это моё сугубо личное мнение, демократия получает такую же поддержку широким голосованием, как получали раньше через помазание божие, ну, вежливо говоря, не очень убедительные, не очень получаются. Да.